Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Перед вами две модели очень интересных. Модель под названием ZTE Nubia Z5S Mini и JUS1. Два смартфона примерно в одной ценовой категории, в одной весовой категории. Процессор у них Snapdragon 600. Очень интересные две модели. Хочу для вас, скажем так, сравнить эти модели. Я уже делал обзоры и на эту модель, и на эту. Ссылочки разместим для вас, чтобы какие-то более подробные нюансы можно было посмотреть. Сейчас в детали не буду вдаваться, просто сравню эти модели для вас и сделаю небольшой итог, ну и вы посмотрите, в принципе. Поставляются эти смартфоны вот в таких вот коробках. В коробках, в принципе, ничего такого интересного нет. Здесь в комплекте зарядка, USB кабель и переходничок, если производитель положил. Наушников нет. По поводу внешнего вида. Эти два смартфона очень такие интересные внешне. Слева у меня ZTE, справа JUS1. 4,7 дюймов ZTE, 5 дюймов JUS1. По толщине. Это модель у нас 7,6 мм. Это модель 9 мм. То есть, ну видно, что JUS1 более такой мужской вариант. Он и толще, он чуточку больше по размеру. А ZTE он такой, либо женский вариант, либо такой стильный молодежный вариант. Мне по дизайну нравится ZTE. Он довольно-таки классно выглядит. Он намного легче. Он весит 120 грамм. Эта модель весит 176 грамм. Ну, с JUS1 он такой, хорошо, приятно тяжелый. Скажем так. Основным отличием этих смартфонов по внешнему виду, скажем так, в том, что здесь не съемная крышка, а здесь крышка съемная. Более того, под этой крышкой есть слот под microSD карточку. Здесь слотов никаких под microSD карточку нет. Только одна сим-карта и больше ничего. Про кнопки не буду. Это не столь важно. Также отличием является то, что здесь есть вот такая вот дизайнерская кнопочка. Плюс ко всему точечки. А здесь стандартные три сенсорных кнопки. Пока смартфоны включаются, расскажу про стоимость этих моделей. Слева ZTE, его стоимость колеблется порядка 320-330 долларов. JUS1 стоит примерно 380-390 долларов. Сразу же объясняю вам, в чем разница. Чем же JUS1 лучше? Процессор у них одинаковый, 2 гига оперативки. У него больше экран, у него экран лучше в плане разрешения. Здесь Full HD экран, здесь HD. И у него 32 гига встроенной памяти. Здесь 16 гига встроенной памяти. Как вы все знаете, на примере других брендов, на примере других моделей, это прямо пропорционально влияет на цену, на конечную цену в Украине на эти устройства. Перед тем, как начать сравнивать эти два смартфона, хочу рассказать вам основные технические характеристики, которые здесь есть. Заходим в Antutu, видим баллы примерно одного уровня. Это 24898, 25701. По производительности эти смартфоны полностью идентичны. Здесь стоит Snapdragon 600, графический ускоритель 320 Adreno. Разрешение дисплея 1080 на 1920 уже iU. И вот вы видите 1280 на 720 у ZTE. 13-мегапиксельная камера задняя. 2 гига оперативки. Здесь 32 встроенной, здесь 16 встроенной. Частота работы процессора 4-х ядерного 1,7 ГГц. 5 дюймов, 4,7 ГГц, плотность пикселей 320 и 480. Мультитач есть и там, и там. Основная камера на 13, фронтальная тут 5, тут 2 мегапикселя. Также отличаются у этих смартфонов экраны. Здесь и там, и там матрица от Sharp, однако матрица здесь уже US1 IPS, а здесь EXO. Об этом чуть-чуть позже. 120 грамм, 176. И по поводу датчиков тут все понятно. Прошивка. В этих смартфонах и там, и там она полностью русифицирована. Здесь мы видим уже US1 такую себе фирменную прошивку. Не похожа она на другие версии андроида. Здесь версия 4.2.1. А здесь my UI прошивка русифицированная с форумов. Одна из самых последних, одна из самых стабильных. Мне нравится прошивка и это, и это. Обычно уже iU продукт идет с голым андроидом, но именно же iU S1 это считается флагманской версией. Прошивка очень такая интересная. Все летает, все четко работает. И внутри она очень интересно выглядит. Основное отличие в этих смартфонах я считаю в экране. 5-дюймовый, 4.7, Full HD и HD у ZTE. Матрица у этих экранов разная. Здесь EXO, здесь IPS. Во что это на самом деле выливается? Во-первых, если сказать о яркости экранов, то максимальный уровень яркости примерно идентичен. То есть нет никаких особенностей в этом плане. Минимальный уровень яркости, как вы уже могли видеть, если вы смотрели мой обзор про ZTE, минимальный уровень яркости на этих матрицах гораздо ниже. Я не могу сказать, что это какой-то сумасшедший плюс или что-то подобное. Нет, ничего подобного. Просто это такая особенность. Если говорить о автояркости, о датчике автояркости, то однозначно на ZTE этот датчик работает лучше и гораздо просто. На iU S1 даже практически не отреагировал никак на изменение режима. Что касается углов обзора, здесь все очень интересно. Как вы видели, стоит максимальный уровень яркости. Давайте смотреть всеми вами любимые или нелюбимые картинки. Ну, у меня они одинаковые, не вижу смысла их менять. Значит, снизу у нас будет ZTE, сверху S1. Я считаю, что по яркости, по насыщенности картинки они в принципе идентичны. Икзо-матрица, она более такая сочная, цвета более яркие. Однако, я могу сказать, что мне нравится изображение больше на смартфоне JUS1. Как по мне, цветопередача более естественная и все это смотрится интереснее. Что касается углов обзора, углы обзора здесь отличные. Единственное, что у Икзо-матрицы, как вы помните, черный цвет по диагонали, он превращается в такой небольшой высветающий. То есть, он такой более синий становится, что ли. А так углы обзора и там, и там отличные. Никаких нареканий в этом плане нет. Единственное, что матрица Икзо, она светлеет. На этой картинке считаю, что видно. Здесь матрица более теплая у Икзо. Вот эти вот цвета, они такие в более желтые оттенки превращаются. Здесь цвета в более синие уходят. Насколько я понимаю, то это вот и есть основная разница этих матриц. По этой картинке, не знаю, мне, например, больше нравится, как Икзо отображает. То есть, ну, матрица и там, и там хорошая, и там, и там хороший уровень яркости. А там уже, что вам больше нравится, какие оттенки, это вы уже выбираете для себя сами. Здесь мне нравится верхняя картинка, как отображается. Коротко хочу сказать по поводу звука. Внешний динамик у этих моделей один. Здесь он вот здесь располагается, здесь тоже на задней крышке. По качеству внешнего звука мне нравится больше смартфон ZTE. У него звук как-то более четче, более насыщенный. По громкости они идентичны. Я не хочу показывать, не хочу сейчас включать видео на каждом. Это все будет очень долго. Просто поверьте мне на слово в данной ситуации. Если говорить о качестве звука в наушниках, то мне понравился звук и там, и там. То есть, эти две модели по наушникам, по качеству звука в наушниках, они идентичны для меня. Касательно производительности, эти два смартфона работают на одинаковом железе. То есть, здесь, напоминаю всем, Snapdragon 600, 2 гига оперативки, Adreno 320, графический ускоритель. Однако, есть очень большая разница. Разрешение экрана у ZTE всего лишь 1280 на 720. Разрешение у GUS1 это Full HD разрешение. Таким образом, это должно отображаться и в синтетических тестах, и в играх напрямую. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Во-первых, я тестировал оба смартфона через Antutu. Вы это уже все видели. Далее, я тестировал оба смартфона в 3D-марке. Вот такие вот результаты у меня показали оба смартфона, 8, 7, 8, 3 слева, 63, 73 справа. То есть, отчетливо, все закономерно видно, что с большим разрешением картинку отображать сложнее. Также я тестировал эти модели в Epic Citadel на одинаковом уровне графики. Ультра графика ZTE у меня показал 46 фпс. Здесь у меня показал 29,1 фпс. То есть, по всем синтетическим тестам ZTE у нас выигрывает однозначно. Что же касается производительности в играх, ну, давайте смотреть, что она на самом деле у нас как есть. Советую вам обращать внимание на время игры, на время трассы. Если оно идентично, значит, игрушки работают с одинаковой скоростью. Я вижу, что, в принципе, время идентично. 34 там, 35 там. То есть, все тут, в принципе, нормально. В первой игре вы могли видеть, что, в принципе, производительность идентична, что на Full HD экране, что на обычной матрице HD. Давайте смотреть, что это будет, во что это выльется в NFS Most Wanted. Как вы можете видеть, сверху у нас время чуть-чуть отстает. Снизу смартфон работает быстрее. В этой игре ZTE побеждает Jiu S1. Разрешение сказывается. Теперь давайте посмотрим игру Dead Trigger 2 на обоих смартфонах. Как она запускается, где глючит, где не глючит. Поехали. И теперь эта же игра у нас на смартфоне Jiu S1. Смотрим, какая получается разница. Обращаю ваше внимание на то, что графика у нас во всех играх выставлена на максимум. Эта же игрушка на Jiu S1 при большем разрешении экрана, при более тяжелом для игр, идет вообще без нареканий. Ни капли нигде не подлагивает, не подглючивает. Все более чем идеально, я могу так сказать. Поэтому однозначно в этой игре выигрывает Jiu S1, даже несмотря на большее разрешение. Последняя игра, которую я хочу вам продемонстрировать, это GTA San Andreas. Перед вами Jiu S1. Максимальные настройки графики. Выставлено все у меня на максимум. Ну вот как-то так идет эта игрушка на этом смартфоне. И теперь та же игра у нас на ZTE. Максимальные настройки графики. И вы видите, как эта игра запускается на этой модели. Я честно не знаю, почему так, почему настолько тупит эта игра. То есть тут нужно просто брать и снижать эти настройки и ставить минимальные. Чтобы можно было нормально играть. В целом хочу подвести итог по играм. Смотрите, что у нас получается. Железо у смартфонов идентично. То есть все в принципе на одном уровне. Snapdragon 600, Adreno, 2 гига оперативки. Есть одно большое отличие. У ZTE разрешение экрана меньше. У Jiu S1 разрешение экрана выше. Соответственно, воспроизводить эти все игрушки намного тяжелее. Однако мы видим, что в некоторых играх они идентичны. В некоторых играх иногда побеждает немного ZTE. А в некоторых играх Jiu S1 просто разрывает ZTE в плане производительности и оптимизации. Я грешу на то, что прошивка у Jiu S1 как раз таки запилена. Хорошая, отличная. А вот у ZTE прошивок не так много. И тут не такой идеальный даже перевод. И наблюдаются баги с этими прошивками. Вот я грешу на прошивку. Что именно в прошивке дело. Что касается аккумуляторов. В этой модели у ZTE 2000 мАч. У Jiu S1 аккумулятор на 2300. Я тестировал эти модели. Давайте продемонстрирую вам, что у меня получилось. Я тестировал Jiu в режиме воспроизведения игры. И вот что у меня получилось. Значит 16-21 время. 100% зарядки. 17-18-19. 3% зарядки. Чуть более 3 часов на максимальной яркости. Он у меня продержался в режиме игры. Что может нам показать ZTE Nubia? А ZTE Nubia показывает меньший результат. Он показал 2 часа 43 минуты в режиме игры Epic Citadel. Со 100 до 5%. То есть по оптимизации, по аккумулятору опять у нас выигрывает смартфон Jiu S1. Что касается GPS, я вам даже демонстрировать не буду эти скриншоты. Здесь отличное железо для GPS. Спутники обозначаются буквально за пару секунд. Море спутников он ловит. Хороший сигнал приема. Ничего не отваливается. Здесь эти модели полностью идентичны. Добавить больше нечего. Также очень важным моментом в этих смартфонах являются камеры, по моему мнению. Обе камеры основные заявлены на 13 Мп. Фронтальная камера заявлена у ZTE на 5 Мп. У Jiu S1 на 2 Мп. Я делал фотографии. Сейчас готов вам продемонстрировать, что у меня получилось. Во-первых, фотография основной камерой. Скажем так, макросъемку. Проверяем автофокус, насколько он хорошо работает. В общем, вот смотрим изображение. Как по мне, изображение плюс-минус идентично. То есть никаких таких нареканий я здесь не могу высказать. Далее я фотографировал газету. Увеличиваю вам фрагмент. Фрагмент 1. И фрагмент 2. Вот один и тот же фрагмент. Здесь, как по мне, лучше выглядит фото на смартфоне Jiu S1. И по поводу... Еще один момент. По поводу фронтальной камеры. По поводу вот этих вот 5 Мп и по поводу вот этих вот 2 Мп у Jiu. Вот у меня две фотографии. Это именно с фронтальной камеры. Вот здесь качество. И качество вот здесь. Ну, да, она вроде бы светлее. Она вроде бы так более хорошо смотрится. Но разницы 5 и разницы 2 Мп это должна быть большая действительно разница. Я здесь такой большой разницы не вижу. То есть по камерам, в принципе, эти две модели плюс-минус также на одном уровне. Видео записывается в формате Full HD. Опять же, в тех обзорах, в полноценных на эти модели, я это все показывал. Посмотрите там. Что ж, я могу подводить итог. Лично мне по внешнему виду нравится смартфон больше ZTE. У него есть возможность расширения карты памяти. У Jiu S1 этого нет. Jiu S1 тоже классный смартфон. Мне тоже очень нравится. Но он такой более громоздкий, более брутальный. Такой более мужской. По поводу экранов. И тот, и тот экран мне нравится. То, что вот там этот ZTE как-то по диагонали немножко светлее становится. Для меня это не проблема. Проблемой может стать для людей, которые хотят получить Snapdragon 600, который тянет все игры, который должен тянуть все игры. Может стать проблема вот как раз в ZTE. Потому что прошивок мы поставили одну из самых последних прошивок, которую там нашел наш программист. По однозначно, по производительности, по оптимизации работы, я бы выбрал, если бы я собирался, допустим, играть в этот смартфон и выиграть на нем, я бы выбрал же iOS 1. Камера, GPS, звук, плюс-минус все идентично. То есть модели практически одинаковые. Да и по размеру они идентичны. И по экрану они плюс-минус. То есть тут уже выбирать вам. Я вам показал все отличия, которые я сумел найти. Все какие-то особенности, все негативные стороны одного или другого смартфона. Поэтому для этого я это видео и делал. Вам делать выбор. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Будет очень мне приятно их видеть. Подписывайтесь на канал. Всего доброго вам.